как же обработать горловину и сделать ее максимально просто и красиво сегодня в этом видео я вам покажу подробности как оформляю я горловину на изделии ложной кетлевкой это самый простой и удобный способ который я выбрал для себя всем привет меня зовут анастасия добро пожаловать на youtube канал где собраны самые короткие полезные мастер-классы по вязанию крючком и спицами здесь еще также много информации на около вязальные темы и сегодня я расскажу как я выполняю в большинстве случаев ложную кетлевку в изделиях которые я вижу сейчас в кадре как раз это вот мой любимый джемпер из твита который я недавно довязала он конечно все еще косит я даже не знаю чем я могу это исправить мне уже много разных советов писали в комментариях но все равно немного косина заметно но я не обращаю на это внимание он мне просто очень нравится и как я делаю обычно то есть это ложная кетлевка и так вот я приблизила и горловину я выполняю ложной кетлевкой конечно на такой пряжи это очень плохо видно поэтому я взяла пряжу трех разных цветов и покажу вам в этом видео как сделать ложную кетлевку простым способом и так сейчас в кадре как раз это мои помощники три клубка разных цветов саму заготовку такого вида она у меня выполняет роль горловины то есть это такой скос небольшой я не стала вязать полноразмерную вещь и посмотрев это видео вы сможете сделать такую же кетлевку идентичную той которую я показал вам на джемпере поэтому приступаем и каждый этап будет выделен разными цветами чтобы было лучше видно поэтому давайте начнем и так как делаю я в большинстве случаев вот в этом случае я вязала изделие как бы снизу то есть если вы вяжете изделие составное из нескольких частей то есть это спинка и перед тогда вы вяжете снизу вверх и получается у вас такой скос вот допустим вот эта горловина с левой стороны с правой будет тоже самое то есть здесь вы петли можете закрыть и набрать их вот от этой цепочки цепочки которая завершает изделие в моем случае в джемпере я вязала его сверху вниз поэтому у меня были здесь открытые петли открытый наборный край то есть я специально эти петли оставила и потом уже от них я вязала горловину но в этом случае мы с вами рассмотрим вот такой более наверное сложный вариант когда петель у вас наличие нет и вам нужно их сделать иногда есть такой вариант который часто применяется у него есть свои адепты и свои области применения то есть если полотно у вас довольно рыхлое и вы очень переживаете что по горловине она может растянуться вы можете взять нить в моем случае она такого контрастного цвета и выполнить по краю изделия по краю вот этой горловины такую цепочку сейчас я покажу поподробнее и так можно выполнить цепочку то есть условно говоря это горловина она идет по кругу и я сейчас выполню такой шов по краю изделия нужно аккуратно проткнуть и протянуть проткнуть изделие и протянуть через следующую петлю то есть здесь получается такая цепочка а с обратной стороны получается стежки и по поводу вот этой цепочки я хочу всех предупредить нужно очень тщательно выбирать толщину крючка почему потому что если вы немного или чуть-чуть совсем ошибетесь в размере горловина может быть стянутой именно из-за вот этой цепочки а стянутая горловина это очень плохой вариант то есть получается вот так я здесь конечно применяю контрастный цвет чтобы было виднее но если вы вяжете изделие конечно нужно брать цвет который у вас есть вот есть такой способ и затем вы уже от этой цепочки поднимаете петли которыми вы будете вязать горловину могу для примера показать я чаще всего делаю это крючком это удобнее я думаю все меня тут поддержат и кстати кто долго очень ждал этого видео я его очень долго обещал поставьте мне пожалуйста лайк потому что я уже наверное зимы обещаю сделать такое видео и наконец-то получается можно захватывать за две стороны цепочки то есть я обычно делаю так вот захватываю по две петли то есть захватываю по петле и если у вас крючок без эргономичной ручки вы можете так переместить петли на край крючка и перед вести их все на спицы очень удобный вариант то есть здесь вы набрали петли при вязании кетлевки вам придется и вот по этой стороны цепочки тоже набирать но такой способ я не очень люблю и не очень часто применяю только если полотно уже совсем очень рыхлое и нужно его как-то зафиксировать сейчас я покажу второй способ которым я чаще всего делаю кетлевки ну что же и так второй способ который я чаще всего люблю если у меня давно смотрите вы понимаете что я стараюсь вообще упростить все действия которые только возможны поэтому я делаю следующим образом если у меня нет открытых петель я беру петли закрытые и все так же вот протягиваю нить и перевожу и все петли пока на крючок делаю я это максимально аккуратно если я вижу что здесь может быть какой-то вот такой такая ступенька или зазор я могу иногда вернуться на ряд ниже или вытянуть петлю например из какой-то протяжки и сейчас я переведу на спицу эти петли зачастую когда петель скапливается довольно много лучше в определенный момент их конечно перевести уже на спицу не знаю на мой взгляд вот крючком наиболее удобно напишите мне пожалуйста в комментариях делаете ли вы так или вы все-таки делаете спицей спицами я тоже могу конечно вот пожалуйста еще один вариант если пряжа очень скользкая или какие-то сложные здесь моменты то конечно пользуйтесь крючком не зря же его придумали и вот таким образом будем считать что я набрала здесь нужные петли и так край совершенно ровный но нужно набрать петли еще и с другой стороны полотна и сейчас я вот это и сделаю я возьму уже третий цвет нити количество петель естественно по горловине с одной стороны и с другой должно быть одинаковым то есть вы сами можете себя так проверять набираете петли и пересчитываете тоже хороший вариант вот кстати если вы набираете петли с двух сторон очень неудобно будет когда у вас спица мешает этому процессу я обычно перевожу ее вот на леску она становится более мягкой и это гораздо удобнее надеюсь вам пригодится такой мой лайфхак такой мини лайфхак и здесь вот с изнаночной стороны я думаю вообще без вариантов лучше конечно делать это все крючком набирайте аккуратно пересчитывайте петли и все так готово и сейчас я переведу их все на отдельную спицу итак теперь на горловине вот этой условной горловине вот такая конструкция внутри идет одна спица и снаружи очень удобно вязать это все конечно на круговых спицах и что же делаем дальше и сейчас мне нужно выполнить кеттельный шов то есть я выполню шов который имит имитирует пришивание отдельного полотна с кетлевкой как я его буду делать этот шов напоминает такой изнаночный ряд который выглядит изнаночными по лицевой стороне то есть мне нужно провязать его лицевыми петлями но с изнаночной стороны так как я вяжу прямыми обратными рядами вот этот образец вы же сами уже смотрите скорее всего будете вязать по кругу горловину а если вы вяжете по кругу то вам нужно связать вот этот круговой ряд просто изнаночными петлями один единственный ряд но я тем временем перевела оставшиеся петли позади работы на круговые спицы так будет удобнее и вам тоже рекомендую вязать мими накид левку на двух парах круговых спиц так удобнее я пробовала вязать уже разными способами вязала уже на чулочных спицах но это конечно не так удобно и вы сейчас все сами тоже поймете и так мне здесь нужно в самом начале выполнения горловины мы условно с вами представляем что это все один единый цвет то есть это я все вижу для наглядности двумя цветами но это один цвет допустим абстрактно так с вами смотрим и что нужно сейчас сделать этот шов который прикрепляет кетлевку он похож очень на ряд изнаночных петель то есть с лицевой стороны у меня должно все выглядеть как изнаночные петли так как я вижу здесь на этом конкретном образце прямыми обратными рядами то я сейчас разверну вязание и провяжу ряд лицевыми а с лицевой стороны эти лицевые петли будут естественно у меня выглядеть как изнаночные поэтому это очень просто только вот спицы могут звенеть при вязании надеюсь но я сейчас вяжу ряд лицевыми закончу его и покажу что у меня получается и так вот все получилось готово это такой начальный ряд самой кетлевки далее два полотна вяжутся параллельно то есть с этой стороны я вяжу лицевые петли чаще всего я вяжу где-то ряда 4 но зависит от масштабов изделия то есть после этих изнаночных петель я провяжу еще четыре ряда и с обратной стороны то же самое но я провяжу уже пять рядов потому что я учитываю вот эти вот изнаночные петли которые имитируют кеттельный шов и так а здесь уже если вы вяжете именно горловину у вас идет такая сплошная медитация вы отмечаете шов то есть условный шов стык где у вас идет в лицевых рядах которую вы вяжете по кругу я чаще всего делаю этот стык между рукавом и спинкой если я вижу регланом я не делаю посередине спины мне кажется это очень заметно поэтому там конечно переход такой микроскопический будет но вот эти вот стыки я все стараюсь возможности как аккуратнее спрятать так я сейчас провяжу одну часть и покажу что у меня получается ну что же на этом этапе я провязала здесь четыре ряда это полотно с лицевой стороны теперь мне остались все те же петли которые с изнаночной стороны и сейчас я провяжу еще четыре ряда вернее тут получается пять рядов зеленым цветом это будет основание вот у кетлевки здесь будет такое двойное полотно как я это делаю при вязании я обычно перевожу все петли на леску чтобы она была очень мягкая затем здесь я уже возвращаю спицы в нужную мне исходную позицию и сейчас я начну вязать мне тут еще нужно зафиксировать спицы так чтобы они не гремели и вы меня хорошо все слышали основание кетлевки вяжется лицевой гладью то есть если вы вяжете по кругу вы вяжете только лицевые ряды а я так как вяжу прямыми обратными рядами мне нужно чередовать лицевой ряд и изнаночный ну и вы тоже сами смотрите и делайте так как следует из самой логики мне кажется логика рукодельницам очень полезно и так здесь вот самый первый ряд из поднятых петель но еще я хочу что сказать многие боятся кетлевки вообще в любом ее исполнении многие говорят что это очень сложно я не хочу это делать зачем это нужно стараются ее избегать я же конечно за то чтобы ее освоить потому что во первых это не такой уж сложный прием тем более если вязать вот такую ложную кетлевку она практически вот вы ее вывязывать в горловине и все никаких вообще вопросов и сложности здесь не будет поэтому я надеюсь что видео будет полезным и если вы вообще еще никогда не вязали кетлевку напишите мне почему неужели прям такой страх вызывает это слово кетлевка я сама тоже вязала разными способами конечно кетлевке тоже нужно прийти если вы только начали осваивать спицы и вообще вы никогда ничего не вязали такого с горловиной можно начать с чего-то простого просто набрать петли от горловины и связать ее так как вы ее видите просто резинка или еще как то но конечно вот такой вид изделия когда вы выполняете все вот эти критерии кетлевки когда вы полностью ее выполняете на так по такому стандартному плану не знаю мне кажется это придает особую какую-то законченность изделию и выглядит очень красиво и причем это не так уж и сложно и я тогда уже если у нас такой разговор пошел о кетлевке тогда расскажу почему я не очень люблю пришивать именно кетлевку это не потому что я не знаю какого-то шва или не умею пришивать я знаю много различных швов и они мне все нужны и матрасный и шов назад иголка например еще различные способы но у меня всегда вот лично у меня сложность в том чтобы рассчитать количество петель если здесь по горловине я их набираю и мне совершенно очевидно достаточно их или нет да вы сразу видите по полотну стянута ну или нет то если вы будете вязать отдельно саму горловину и потом ее пришивать не знаю у кого как но вот мне это создавало всегда трудности мне приходилось по несколько раз кетлевку переделывать перевязывать вот это полотно все целиком потому что я ошиблась в расчетах может быть я как-то неправильно считаю или я не знаю не учитывая какие-то еще факторы но мне вот так проще подняла петли от горловины и связала кетлевку все пусть она даже ложная пусть она не совсем настоящие не совсем классическая но она хотя бы очень аккуратно выглядит здесь на этом этапе получается два таких полотна у вас очень большое пространство занято спицами и это может немного даже пугать здесь еще у вас обязательно два клубка поэтому это все путается но мы не унываем распутываем вот эти нитки и делаем дальше что теперь нужно сделать итак у вас на спицах два полотна нужно их объединить в одно полотно чаще всего и практически всегда я делаю таким образом чаще всего я прокалываю первую петлю проколую вторую петлю набрасываю на спицу нить и протягиваю через две спицы и сбрасываю это все следующий следующей петли я делаю то же самое одновременно обе то есть я объединяю полотно и снова синяя зеленая сбрасываю прокалываю здесь нужно конечно внимательно следить чтобы ничего не перепуталась но в принципе это не сложно если у вас вообще все выпадает если у вас падает вообще все петли тогда я конечно советую воспользоваться крючком крючком это будет сделать наверное еще удобнее я так тоже делала иногда особенно когда нити скользкие по-другому вообще никак поэтому смело можно пользоваться и крючком тоже в конце концов крючок это тоже полезное устройство еще в этом полотне кстати очень удобно прятать кончики здесь такое двойное полотно получается при вязании кетлевки и я думаю что вот двойное полотно как раз в полной мере помогает горловину очень хорошо зафиксировать он когда они закрутятся то есть это как будто бы вы связали такую полую резинку или еще какое-то полотно довольно плотные поэтому вот это хороший вариант тем временем я уже подбираюсь к окончанию петель остаются две последние вот когда кстати последний провязываете они могут очень коварно выскользнуть из пальцев или да вот одна выскользнула другая не выскользнула поэтому да стараемся быть аккуратными все у вас теперь начинается долгожданный период когда вы вяжете уже всего лишь одно единственное полотно по кругу я чаще всего выполняю на горловине какой-то какой-то вид резинки мой фаворит это конечно резинка 2 лицевые 2 изнаночные пожалуй я здесь ее так и свяжу здесь я все перевернула на изнаночную сторону но если вы вяжете естественно по кругу у вас будет сплошной лицевой ряд это еще проще допустим начну я с двух изнаночных и двух лицевых что же я свяжу здесь несколько рядов и покажу что у меня получается ну а на этом этапе у меня уже совершенно очевиден да вот этот имитация кеттельного шва фрагмент с лицевой гладью далее идет резинка здесь ее можно провязывать совершенно так как нравится вам и насколько это соответствует вашей задумке если это очень широкая горловина может связать гораздо шире можно даже 10 сантиметров я думаю пожалуйста здесь ваш фантазии ничем не ограничено в дальнейшем здесь остается только закрыть петли я чаще всего закрываю петли иглой то есть здесь я уже перехожу на полую резинку и закрываю петли иглой или еще какой-то аккуратный способ который вам нравится в принципе некоторые даже закрывают обычным способом просто если у вас тут будет такая цепочка по краю тоже хорошо что с изнаночной стороны здесь у меня видите специально выделено разными цветами основная часть вот эта вот вторая двойная до половина идет такой небольшой изнаночный такой как будто бы шов и опять же резинка резинки тоже бывают разные бывает горловина вяжется совершенно полностью лицевой гладью то есть здесь вы можете тоже связать фрагмент с лицевой гладью и она будет немного закручиваться тоже необычно выглядит но такие варианты мне кажется довольно сложно вписать и сложно за этим ухаживать потому что вот этот вот валик он будет то закручиваться то раскручиваться в общем его я не очень советую а вот какую-то резинку 1 лицевая 1 изнаночная 2 лицевые 2 изнаночные и так далее это вот хороший вариант ссылки на видео о том как закрыть петли иглой я оставлю под видео заходите смотрите они у меня уже были я в этом видео не буду на этом останавливаться надеюсь что после этого видео наконец-то которое я сделала вы мне все напишите в комментариях что этот способ самый простой и вы его обязательно будете применять не нужно бояться кетлевки не так она страшна как она звучит совершенно все аккуратно выглядит ведь у меня здесь под наклоном допустим это вот ровное такое полотно здесь наклон все очень хорошо меня все совершенно устраивает даже вот такая ленивая как кетлевка тоже хороший вариант если вы вяжете какое-то изделие пожалуйста применяйте и у вас будет ваша вещь выглядеть самым аккуратным образом но на этом я прощаюсь я желаю всем удачи побольше вдохновения ставьте лайки подписывайтесь на канал задавайте вопросы предлагайте темы все обсудим обязательно сделаю видео по вашему запросу если еще остались вопросы напишите в комментариях и всем удачи и пока